Белорусский телевизионный клуб А команда Федора Шведова выиграла со счетом 6-0 Улучшить результат этой команды сегодня попробует команда Сергея Буяна Мы начинаем трансляцию третьей отборочной игры Против телезрителей сегодня играют Обладатель Большой Хрустальной Совы Консультант Сергей Морозов Обладатели Малой Хрустальной Совы Менеджер Роман Ольшевский Инженер-программист Владислав Дронов Журналист Дарья Костенко Экономист Павел Ростовцев Капитан команды, обладатель Большой Хрустальной Совы Сергей Буян Сегодня против команды Сергея Буяна играют Кристина Рогожина, Брест Александр Дмитранеца, Пинск Нина Матафонова, Минск Людмила Лупинович, Новоселки Татьяна Мерутко, Заславль Сектор Блиц Алла Парабкович, Белоуша Леонид Климович, Гомель Наталья Усова, Кленки Валентин Бойко, Мозы Евгений Токарский, Екатеринбург Владимир Островский, Киев Сектор Бульбаш Зимние игры «Что, где, когда» Телезрители против знатоков Играем до шести очков Счет 0-0 Первый раунд Немного о правилах В зимних играх четыре команды ведут борьбу за выход в финал Победа телезрителей лишает команду такого шанса В финал выйдет та команда, которая покажет лучший результат И будет занимать в рейтинге зимней серии первое место Пока на нем расположилась команда Федора Шведова, как мы видим Добрый вечер, господин Буян Добрый вечер, господин Ильич С каким настроением команда к зимним играм подошла? С боевым Прекрасно Мозырь Против вас играет журналист Валентин Бойко Город Мозырь, Гомельская область Внимание! Медицинские приспособления Внимание, вопрос А для какой скурпулезной операции использовал янтарь и кусочек ткани средневековый иранский врач Ар-Рази? Может он на ресничку извлекал, а ну ладно? Смотрите, кусочек ткани Он натирал, он натирал, что-то прилипало Может он волосок из глаза ресничку может он доставал? Это очень тонкая Я бы на что-то мелкое притягивающее Попробуйте, попробуйте, смотрите Хорошо, что-то маленькое за носу доставал За носу не настанешь, она делилась Подожди, а вот он может быть стрелу какую-то доставает Нет, скурпулезная, маленькая Именно натирать Занозы, занозы доставал Занозы от ленинтаря Ну ресница в глазу, но края и прилипает Что-то еще? Паш, попробуй, попробуй Скурпулезная операция, какая может быть? Может быть, кости скреплял, говорю, что он растапливал его Нет, это явно дело в электризации Дело в электризации точно Хорошо, так, а что у нас в тех, кто делает? Хорошо, все металлическое, может быть, ну волосы Похоже ничего не будет Паша, откуда он это доставал? Из глаз Может, проглотивший там человек, он как-то его выводил Из-за него А как? Нет, нет, нет Металлическое, наконечник стрины Господин Боян, минута окончена Кто отвечает? Отвечать будет Дарья Костенко Здравствуйте, госпожа Костенко Добрый вечер, господин ведущий С каким вы настроением к игре подошли? Решительным Ну давайте Как всегда, мы думаем, что с помощью этих приспособлений Синякова врач доставал из глаза какую-нибудь попавшую туда соринку А почему вы так считаете? Мы думаем, что он натирал кусочком ткани янтарь, если это янтарь Тот электризовался, можно было, что-то маленькое могло к нему прилипнуть, вроде волоска или маленькой соринки Внимание, правильный ответ Госпожа Костенко Еще в древности люди заметили, что янтарь легко электризуется И начинает притягивать различные мелкие частички Аррази наэлектризовал янтарь Господин Боян, вот потрите, возьмите янтарь в руку И потрите его вот так, да Делал Аррази при помощи ткани И с его помощью удалял попавшие в глаз мелкие народные тела Госпожа Костенко, абсолютно верно Уважаемые телезрители, в зимних играх страховая компания BNB Insurance гарантирует Все телезрители, чьи вопросы лежали на столе, но не сыграли, получат выплату по страховке в размере 500 тысяч рублей BNB Insurance, искренне ваша страховая компания Интересы телезрителей защищает генеральный директор страховой компании BNB Insurance Борис Медник Добрый вечер, господин Медник Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, знатоки, добрый вечер, господин ведущий Господин Медник, я смотрю, вы переняли позитивную традицию господина Смолика И также окружаете себя советницами, которые помогают вам принять трудные и сложные решения в самый пиковый момент игры Вы обратили внимание, это главное Интересы знатоков защищает заместитель председателя правления МТ-банка Валерий Смолик Добрый вечер, господин Смолик Добрый вечер, господин Викторович Уважаемые телезрители, рад сообщить вам, что пятый год подряд официальным партнером программы «Что, где, когда» выступает именно МТ-банк Кстати, зимние игры имеют повышенный призовый фонд, который составляет господин Смолик 50 миллионов рублей, все верно? Да, верно, господин Викторович МТ-белки – это инновационная линейка срочных банковских вкладок в белорусских рублях от МТ-банка МТ-белки – это высокий доход по вашему вкладу с возможностью ежемесячной капитализации Беспрецензентное приложение – оформи вклад МТ-белки и получи виза-голд-подарок Я все правильно говорю, господин Смолик? Абсолютно правильно, господин Викторович МТ-банк – банк свежих решений А у нас второй раунд Уважаемые телезрители, чтобы прислать вопросы знатока, вы можете воспользоваться нашими сайтами ОНТ.бай – сайт телеканала ОНТ И ТВИгра.бай – сайт нашего клуба Господин Буян, напоминаю, о правиле помощи клуба Один раз за игру вы можете попросить меня разрешить вам им воспользоваться И у клуба будет 20 секунд вам на помощь Спасибо А как вы статистику сами ведете, господин Буян? Клуб хоть раз помог вашей команде? Честно, не веду Ну а как, по ощущениям? Не зря это правило существует? Нет, это полезное правило, потому что иногда можно не видеть очевидного, а клуб видит очевидное Мне игровой стол показали мельком, Заславль будет играть Против вас играет домохозяйка Татьяна Мирутка, город Заславль, Минская область Господин Буян, но сейчас вы правило помните, да? Что можно брать только когда проигрываете в счете То есть сейчас вы им воспользоваться не можете Рассчитывайте на свои силы Посмотрите на экран Видно? Не очень Внимание, вопрос Для чего в начале 20 века использовалось вот такое приспособление? Тюрьминец Ну похоже еще Птица Там какой-то отверстие Камертон может быть такой А смотри, а зачем вот эта вот штука сбоку выходит, чтобы наполнять чем-то? А может быть диаметр, ну да, может диаметр карандашей как-то проверяли Или это свисток какой-то Дуть туда можно? Слушайте, а может это чайник свисток, накрывали, и когда вода загибает, он свистит? А не знаю, свисток для чайника? А может на самоварах? Ой, хорошо, поднималась на... И птичка поет И птичка поет, а еще Может это звонок там А может на вино ставили, когда ведет там... Здесь звонок Так, что еще? Ну что, на что еще это похоже? Пробно, как ищи ботан Смотрите, может быть, вот эта штучка снимается, и там как ситечка чайная используется Что мы могли пробкой закрывать на начале 20-го? Отвечает Павел Ростовцев Прошу, господин Ростовцев Ну вот у нас есть такое странное предположение, что птица, наверное, все-таки подразумевается, что это должны сдавать какие-то звуки, а нижняя оконечность этого прибора похожа на пробку Ну, предположим, что это прообраз того, что в наши дни называется свистком на чайнике Свисток на чайнике Внимание, правильный ответ В начале 20-го века, а именно про этот период мы с вами в этом вопросе рассуждали Технологии фотографии были несовершенны Чтобы получить четкие снимки, клиенты фотоателье должны были в течение нескольких секунд сохранять неподвижность, замерить на одном месте И вот таких птичек фотографы использовали, знаете для чего? Чтобы зафиксировать внимание фотографировавшихся детей в одной точке Детки смотрели, вот это приспособление для фотографа Детки смотрят на птичку, которая должна вылететь Спрашивал вас господин Дронов, а зачем там птичка? Зачем птичка? А птичка, кого летает с фотоаппарата, господин Дронов, 1-1 Поздравляю телезрителей с первой победой в сегодняшней игре Каждый телезритель, чей вопрос выиграет сегодня у знатоков, получит приз 1 миллион рублей И первый выигрыш получает Татьяна Мирутко, домохозяйка из Заславля, Минской области Уважаемые телезрители, присылайте ваши вопросы почтой 22 00 50, город Минск, абонентский ящик, что, где, когда И по интернету сайты ond.by и tvigra.by Выигрывайте у знатоков и зарабатывайте деньги своим собственным умом По окончании игры компания BNB Insurance определит лучший вопрос сегодняшней игры Автор этого вопроса получит 2 миллиона рублей, это так, господин Медник? Совершенно верно, господин ведущий А как вы считаете, а что мешает последние 2 года добиваться результата в команде Сергея Буяна? Ну, это же игра, в игре тот один сильнейший А может быть телезрители стали более сложные вопросы знатокам присылать? Наверное, все-таки игровой элемент важнее, чем вопрос То есть вы думаете, что все дело в настрое, в первую очередь? Я думаю, что это игра и в игре побеждает сильнейший Значит, команда Буяна не была сильнейшей при следующей 2 года Господин Смолик, а вы как считаете, я знаю, что вы к этой команде относитесь с повышенным пиететом? Я отношусь очень хорошо ко всем командам, которые играют в клубе Но команда Буяна, безусловно, заслужила того, чтобы относиться к ним с огромным уважением Своими не только титулами, я бы сказал, но и той игрой, которую они постоянно показывают Ну и какова ваша уверенность на сегодняшнюю игру? Я всегда уверен в команду А МТ-банк? МТ-банк уверен, что за кредитными картами будущее Поэтому уже сегодня банк предлагает самый широкий выбор Кабрейдинговых карт с игрой с периодом до 55 дней и скидками и бонусами у партнеров МТ-банк – банк свежих решений Уважаемые телезрители, в сезоне 2013 года наш клуб совместно с юридической компанией «Олеников и партнеры» Продолжает практику юридического советника игры В самых тяжелых ситуациях принять верное и справедливое решение мне помогает Денис Олеников Адвокат и старший партнер компании «Олеников и партнеры» Добрый вечер, Денис Добрый вечер, господин ведущий Добрый вечер, уважаемые телезрители и знатоки На телеканале ОНТ Зимние игры что, где, когда Третья отборочная игра Счет, как мы видим, 1-1 Третий раунд Уважаемые телезрители Совместно со страховой компанией «Бинби Иншуренс» Мы продолжаем поощрять тех из вас, кто пришлет нам свой видеовопрос Если ваш видеовопрос прозвучит в эфире, вы получите независимо от результата раунда дополнительный 1 миллион рублей Свои видеовопросы присылайте по адресу 220050 город Минск, абонентский ящик, что, где, когда Господин Буян Добрый вечер, а вот у нас предстоит игра «Звезд» в скорости Кто-то с вашей команды отправлял свои вопросы на эту игру? Да, я, господин Ольшевский, Морозов Сергей отправляли Ага, то есть вы так активно подошли? Конечно Сектор вода Бульбаш Этот сектор представляет питьевая вода Бульбаш Вопрос задает начальник отдела трейд-маркетинга Кирилл Шаховец Внимание, вопрос Что, согласно вьетнамской пословице, нужно сделать, чтобы добыть чашку риса? Пролить чашку пота Чашку пота пролить А может воды? Нет Чашку пота? Хорошо, а давайте я убрал воду Много чашек воды Выбрать что-то Потратить бочку воды, например Они же в влажный поле Сажают Или бочку пота, может быть, тогда Посадить чашку риса Надо его посадить просто Для того, чтобы что-то получить, надо что-то сделать Понятно, понятно, что без труда не вырастет Там и понятно А сколько пота? Что именно? Если чашка, значит, наверное, с чашкой что-то все-таки Да, чашку пота Давайте еще подумать Что еще? У них шляпы вот эти остроконечные Там, не знаю, сгореть на солнце Работа, мотыга Не, они вручную это делают, насколько я знаю, сажают Да, там оборудование Там очень такая... Осей, дверь, дверь Должны иметь свиньи, да Или бочку, но бочку у них нет понятия Чашку пота, да, скорее всего Это наша скорее, давай Господин Боян, прошу Отвечать будет Сергей Морозов Прошу, господин Морозов С нашей точки зрения, для того, чтобы вьетнамскому крестьянину Получить чашку риса, нужно пролить много пота Ну, например, целую чашку Итак, чтобы добыть чашку риса Нужно пролить чашку пота А вот теперь верно, 2-1 Уважаемые телезрители, хочу напомнить В зимних играх также принимают участие Команда Алены Повышевой Здравствуйте, господин Повышева Как вы отошли за неделю? Здравствуйте Команда Федора Шведова Здравствуйте, господин Федов И команда Андрея Супранович Вот хочу господина Шведова сегодня Попросить вместе со своей командой Помочь господину Смолникову в определении лучшего знатока игры Да, конечно, конечно Сможете выбрать правильную версию, господин Шведов В этот раз смогу, да Провели работу на душе Четвертый раунд Станин Боян, у меня такой к вам вопрос еще есть Скажите, а вот вы все говорите, что мы одинаково сильно настроены А вот вы знатоков индивидуально настраиваете как-то на игру Или сразу всю команду? Ну так как у нас два наших сокомандника по профессиональной необходимости уезжают далеко Поэтому приходится настраивать так Две трети, одна треть Ага То есть ваши два уважаемых сокомандника Вы как-то отдельно с ними профилактическую работу проводите? Да, в скайпе В скайпе, понятно Давайте посмотрим, какой сектор выпал у нас Новоселки Против вас играет пенсионерка Людмила Лупинович Деревня Новоселки Гомельская область Все знают примету Перебежавший дорогу черный кот приносит несчастье Однако есть и другая версия этой приметы Перебегающий дорогу черный кот может принести удачу Либо мужчине, либо женщине Внимание, вопрос А в каком случае по этой примете черный кот приносит удачу мужчинам? А в каком? Женщинам Слева направо, справа Что это такое? Женатый, не женатый? Как пальто заклин Ну да, да Мужчина, получается, справа на лево Мужчина, вот, слева направо Да Мужчина слева направо Еще раз, мужчина слева направо А женщина справа Хорошо, женатые, не женатые За хвост мяук А как вы их решили ловить, определять хвост вверх, хвост вверх И обратные стирки, когда женятся, например Ну, кто будет лидером? Ну да, там непонятно Это же не пустое ведро Если между ними пробежало Что? Нет, что он еще может Хвост вверх, хвост вниз Остановился Навстречу от человека Если перебежало, то перебежало А со свадьбой ничего не может быть, на самом деле? Там, кто будет глава в семье? Там, мужчина, женщина Если поймал Если Пашка поймал, будет невеста Лево направо Слева направо А женщина Если он с добычей там перебежал Или без добычи Вот с добычей Это я скажу Господин Боян Кто отвечает? Отвечать буду я Итак, давайте Логику ответа Собственно говоря И сам ответ Итак, в каком случае По этой примете Черный кот приносит удачу мужчинам А в каком женщинам И почему? Ну, есть такое Как бы Во всем мире Отличие немножко По застегиванию одежды То есть По расположению пуговиц на одежде И как она проявляется? Ну Мужская одежда Застегивается слева направо Ну Вот А женская справа налево Вот И если, соответственно Кот перебегает слева направо То он приносит удачу мужчине А если справа налево То женщине А почему? Ну Потому что Примет такая То есть Понятно Внимание Правильный ответ Господин Боян Мужская и женская одежда Традиционно застегиваются На разные стороны Чтобы принести удачу Черный кот должен Бежать в полу То есть Вовнутрь одежды Мужчинам Он должен Перебегать Справа налево Чтобы попасть Внутрь одежды А женщинам Слева направо Чтобы попасть В полу Внутрь одежды Я считаю Что вы не ответили На этот вопрос Господин идущий Господин Сморяк Это Мне кажется Это важно Суть приметы в том Что кот Бежит в полу Одежды Понимаете? А судя по ответу Господина Бояна Он должен мимо проскочить И в этом и суть вопроса И есть 2-2 Господин Медник Господин Медник Мне кажется Что в данном случае Интересы телезрителя Мы защитили правильно Потому что Команда ответила С точностью Что-то наоборот Да, я согласен Господин Олейников Я не вижу здесь Никакого прецедента Для того, чтобы Каким-то образом Ну Слово ход Прозвучало Конечно Слово одежда Прозвучало И на этом все Суть вопроса Была противоположная Ну Господин ведущий У нас поскольку Как бы тут Института апелляции нету То Института апелляции нету Что уже обсуждать? Есть институт Защитника знатоков Который активно Размущается Я слышу В заднем плане Ну Как бы По факту Обсуждать не принято Но В принципе Я согласен Скорее С господином Метником Ну вот видите За счетом 3-1 Господин Смолек Правда Победила Уважаемые телезрители Напоминаю На наших сайтах ONT.by И tvigra.by Вы можете задать Интересующий вас Личный вопрос Любому затоку клуба Традиционно Много вопросов Поступает для игроков Этой команды Но давайте поговорим Сегодня вот Несколько раз Команду на правильной версии Господин Дронов Пытался Натолкнуть И с птичкой Вот задавал вопросы И сейчас По-моему Вы первой Про одежду сказали Доктор Николаевич Агротехник Из деревни Дуброво Минской области Спрашивает у вас Сколько у вас За минуту обсуждения Версий в голове рождается Может быть Подсчитывали Это скорее Дело капитана Подсчитывать И выбирать Из них одну Ну это кстати Эффективность свою И это имеется ввиду Капитан считает Да Считать Учеб должен вести капитан И объяснять Мне Какие из этих версий Полная ерунда Какая Действительно Стоит того Чтобы дать мне право Отвести То есть у вас Такое распределение Игроки все Говорят все что можно А капитан Потому что я Свои версии Не в состоянии оценить Они мне все нравятся Понятно Спасибо господин Дронов А вот Тимофей Предприниматель Из Браслова Спрашивает у вас О карьере Как начиналось Как продолжается Чем занимаетесь Вот так сказать На постоянном месте Работали Или его у вас нет На постоянном Месте Программирую Замечательные Бухгалтерские программы Фирмы 1С Работы хватает Работы хватает Не жалуюсь Ну вы довольны? Доволен Прекрасно И это главное Ну а Вы сами понимаете Что Довольство телезрителей Вашей игрой Нам еще предстоит Сегодня увидеть Я хочу напомнить Что по традиции Нашего клуба Лучший знаток Этой игры Получит приз Книгу Господин Смолек Я знаю Что на зимней серии У вас специальные призы Рассказывайте Снова у нас волшебные сказки Снова у нас В предновогодней серии Волшебство И сказочность На этот раз Это волшебные сказки Шотландии Мы старались выбрать Какие-то Наиболее северные страны Для того чтобы Знатоки смогли Перед Новым годом Почитать Страшные Или веселые Рождественские сказки Спасибо господин Смолек Замечательный приз Ну и я надеюсь Что телезрители Понимая Что северные сказки Знатоки уже прочитают Будут нам присылать Вопросы по южным сказкам До которых Господин Смолек Еще не добрался Пятый раунд Давайте напомним Состав играющих Сегодня команды Дарья Костенко Роман Ольшевский Сергей Морозов Владислав Дронов Павел Ростовцев Капитан команды Сергей Буян Господин Буян Я так понимаю Что план А У вас не сработал Наверное Вы с игры 6-0 Планировали выиграть сегодня Работаем по плану Б А это он что подразумевает? План Б подразумевает Дойти до 5 И взять решающий раунд Ага Вот так То есть я у вас Когда у вас будет 5 И спрашивать не буду Сразу же объявляю Решающий раунд И вперед Да Давайте посмотрим на игровой стол Пустой сектор По стрелке Брест Против вас играет Педагог-организатор Кристина Рогожина Город Брест Вот госпожа Рогожина Посмотрите на экран Господа Внимание Вопрос А для чего В некоторых польских селах Предусмотрительные жители Надевают лошадян Вот такие Башмаки Вечером будет возвращаться Чтобы они не Настучали по мостовой Не будили По болоту уходить Они деревянные Мне кажется Будут по болоту уходить Смотрите Лошадей подковы Чтобы дороги не портили Подковы не портили Чтобы они теряли подковы Чтобы было предусмотрительное Нежадное Чтобы не было следов Чтобы следов не оставляли Поранило ноги где-то А где их держат В хлеву В хлеву какой пол Деревянные или нет Может передождем Чтобы она там не увязала Пол не портили В хрисе Они могут по ночи Только звук соглашить Для чего Деревянные Они чего-то хотят избежать Кто-то предвидит Что будут ночью возвращаться А если украдут Если украдут найти Там может быть Вырезана Какая-нибудь Господин Минута Отучила тишина 2.2 Помощь клуба взять нельзя Версий много Правильные Звучало Даже неоднократно Прошу Предположим Что Предусмотрительные жители Когда едут В позднюю поездку И знают Что будут возвращаться Довольно поздно Одевают На подкованную лошадь Вот такие Деревянные башмаки Соответственно Чтобы Звук Когда они будут Ехать обратно По мостовой Не будил Их коллег По месту проживания Ваш ответ понятен Внимание Правильный ответ Господин Буян А почему Предусмотрительные Почему в некоторых селах А вот в других Так не делают Ну у вас же в вопросе Вот шесть слов было Башмаки вам показали Вопрос Некоторые польские села Предусмотрительные жители Там мостовые камеры Да там камеры Обязательно Деревянные могут быть мостовые Понятно Господин Буян В некоторых польских селах Которые расположены В болотистой местности Польша же Большая страна Есть села стоящие на твердой почве А есть в болотистой местности Госпожа Костенко вам говорила Всю минуту Почва на полях Влажная и топкая Естественно Так вот Чтобы лошади не вязли в земле Как и говорила Госпожа Костенко Во время работы Предусмотрительные крестьяне Чтобы лошади не вязли в земле И не ломали себе ноги Да и вообще могли работать нормально Вот одевают им вот такие башмаки 3-2 А я поздравляю педагога-организатора Кристину Рогожину Из Греста Она зарабатывает 1 миллион рублей Уважаемые телезрители Вы видите Выигрывать у наших знатоков можно Присылайте к нам свои вопросы Мы ждем Господин Буян Неправильный выбор И минута отдыха На телеканале ОНТ Зимние игры Что, где, когда Третья отборочная игра Счет 2-3 Команда Сергея Буяна Проигрывает команде телезрителей Мы начинаем Шестой раунд Госпожа Костенко Расскажите нам Пожалуйста Вот вы же сидите Напротив господина Дронова Мы вот тут его расхваливали Только что Он должен слышать ваши версии Если вас капитан не слышит И как-то их ретранслировать Почему не подхватила команда Сейчас про болото Это же, по-моему, логично Это вообще первое, что должно было На ум, по идее, прийти Я думаю, господин ведущий Нас подвела излишняя изобретательность Эта версия появляется первой И кажется очень простой Начинаешь мудрить Наверное, надо было Меньше мудрить Ну, Веска, мне кажется, что слова вопроса Как-то вот просто идеально Выводили вас на правильный ответ Давайте на игровой стол посмотрим Какой сектор будет играть Не вывели Не вывели, да Это точно А вот Сектор Екатеринбург Видите, господа, как интересно Клуб белорусский А вот на столе Жит рядышком Екатеринбург Рядом Киев Находится Астрахань Играла недавно И так далее Приятно А вам, господин Буян Приятно вот играть на вопросы Не из Беларуси Или вы большой разницы Я люблю хорошие вопросы Откуда они пришли Абсолютно неизвестно Господин Буян На вашей игре Сегодня будут Только хорошие вопросы Против вас играет студент Евгений Токарский Город Екатеринбург Российская Федерация Внимание, вопрос Почему при дворе Французского короля Людовика XI Многие аристократки-модницы Ели только жидкий суп И ничего больше Али корсеты Чтобы не распирали Настолько тесные Что они теряли сознание Какой примерно год Одиннадцатый Это сейчас скажу Четыре сотые годы Одиннадцатый Это какое-то глубокое А с прическами Он могло быть на самом деле Что значит жидкий суп Они только ложкой могли Они может быть носили перчатки И не хотели пачкать Потому что возможно Вилок еще не было Они наверное Все остальное ели руками Потому что тогда Столовых куборов не было Ели руками Ели руками Ну да То есть ложки уже были А веночи еще нет Хорошо Давайте еще версии покидаем Дамы Я согласен Что еще Высокие пресчеты А корсеты Крестократки-модницы То есть какой-то элемент одежды А с ордом что-нибудь может быть Что у них зубы там побеленные Какой-то элемент одежды Минута окончена Минута окончена Тишина Господин Буян Тишина Кто отвечает? Далее Костенко Госпожа Костенко Про французских Аристократок-модниц Будете вы отвечать Да А вы не могли бы повторить вопрос Или хотя бы формулировку Почему вот эти аристократки-модницы При дворе короля Людовика XI Ели только жидкий суп И ничего больше Хорошо Мы попробуем Предположите Я в этот раз попробую Ответить свою версию Посмотрим что получится А насколько я помню В те времена При Людовике XI Это еще было Глубокое средневековье Скорее всего Не было такого Столового прибора Как вилка И мясо Проще все такое Ели руками Мужчины Наверное было в порядке Вещей А скорее всего У этих модниц Было что-то вроде перчаток И они боялись их Заляпать Поэтому ели Только то что можно есть ложкой Без столового прибора Или пить Как вас Госпожа Костенко Завернула Ну интересная версия Внимания Правильный ответ Госпожа Костенко Аристократки Модницы Того времени Были уверены Что Жевательные усилия Вызывают Преждевременное появление Морщин На лице А вот употребление супа По их мнению Позволяло насытиться И дольше сохранить Такую же красоту Как и у вас Сейчас Госпожа Костенко 4-2 Вход за телезрителей А я поздравляю студента Евгения Токарского Из Екатеринбурга Российской Федерации Прекрасный физиогномический вопрос Кстати Господин Буян Хочу вам сказать Что Почти нащупал Правильное направление Господин Ростовцев Он как-то на секунде 30 Начал про зубы Про лицо Что-то вот рассуждать Но не подхватил Никто конечно С морщинами Это не доделал Свою работу Господин Ольшевский Что вы мне рассказывали Что именно он у вас По альтернативным версиям Господин Ольшевский Вы что там сидите Отмалчиваетесь сегодня Я стараюсь придумать Альтернативные версии Но тут ответ Правильный Настолько альтернативный Что его Трудно перещаголять Стыдно Господин Ольшевский Уважаемые телезрители Хочу напомнить Правила зимних игр 2013 года В играх участвуют Команды клуба Федора Шведова Андрея Супрановича Сергея Буяна И Алены Полушева Команда Проигравшая телезрителем Всегда перемещается На последнюю Четвертую строчку Зимнего рейтинга На которой сейчас Прибывает команда Алены Полушева Команда Занимающая После отборочных игр Серии Первое место Выйдет в финал А сейчас Внимание Судьба главного приза Зимних игр 2013 года Определится в финальной игре Которая состоится 20 декабря Если в финале Победят Занитаки То лучший игрок Этой команды Получит большую Хрустальную сову И денежный приз 10 миллионов рублей Если же в финале Победят телезрители То большую Хрустальную сову И 10 миллионов рублей Получит лучший игрок Команды телезрителей Автор лучшего вопроса Финала Седьмой раунд Господин Шведов Как вам в зале Играется сегодня Сколько раз Вы правильные версии Выбрали в этот раз В этот раз Веселее играется Чем в прошлый раз В зале всегда проще Господин Ильич Скажите А вот про морщины У вас Родилась такая версия При обсуждении Ну у нас родилась версия В том что разница Между супом И не супом То что нужно жевать И не нужно жевать Но морщины Мы не дожали А вот это уже пол ответа Собственно говоря Где-то близко и было Но не дожали Господин Боян Оказывается можно было Опять на этот вопрос Давайте посмотрим на игровой стол Пинск Против вас играет Студент Александр Дмитранец Город Пинск Брестская область Господин Боян А как вы сами Вот считаете Мне интересно Нужно ли обязательно Наказывать преступников Вы знаете Это очень Наказание должно быть Но его Скажем так Сила И продолжительность По времени Это вопрос То есть все-таки нужно Да Вот известный писатель Стивен Кинг С вами согласен Господин Боян Внимание Вопрос А за что же По его мнению Некоторых преступников Нужно наказывать За одно и то же Преступление Дважды Ну За одно и то же Преступление Дважды Когда он Или он что-то сделал Когда он повторил Это же преступление Еще В два раза больше Одно и то же Не знаю Вот это правильно На ребенка Когда погибло Два человека Вот от количества жертв Когда ущерб Когда ущерб Когда они написали в газетах Дурной пример Подал А когда кто-то повторил Это преступление Нет А если не раскаялся Если он не раскаялся А как ты поймешь Раскаялся За что Если он вышел А если он впервые Это сделал Преступление Вообще Это преступление Он впервые совершил Не он лично А он человек Что это за преступники Если первоначально Другого обвинили А вот это хорошо Это хорошо Если наказали Наказали не виновным Наказали не виновным Вот это да Наверное Берем помощь Давайте еще подумаем Зал же свидетельство Давайте помощь возьмем Подожди Еще давайте подумаем За кого За клеветушку Господин Боян Кто отвечает Знаете Я попрошу Взять Наверное Помощь зала Итак Повторю для зала Вопрос За что же По мнению Писателя Стивена Кинга Некоторых преступников Нужно наказывать За одно и то же Преступление Дважды Беремен 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 Чтобы другой Смог Его совершить Кто-то Смог Смог Тишина Тишина Господа 20 секунд У меня такое вообще Ощущение Что команда Взяла помощь клубу Для того чтобы Еще самой 20 секунд Пообсуждать Потому что Клуб стоит И смотрит Как они размышляют Господин Боян Хитро Кто отвечает Кто отвечает Владронов Итак Господин Дронов Предположим Стивен Кинг Мог считать Что если За это преступление Наказали Невиновного А при этом Сам преступник Не признался В совершенном преступлении Соответственно Подставил Ни в чем Неповинного человека То он После того Как правда Вскроется Достоин Наказания Вдвойне Внимание Правильный ответ Госпожа Костенко Ну вот вы же услышали Первый раз не услышали Писателя Второй раз услышали Писателя А к чему К чему я говорю Писатель Стивен Кинг Я же знаю Что вы знаете Что Стивен Кинг Писатель А говорю Писатель Стивен Кинг А господин Дронов Альтернативная версия Альтернативная версия Стивен Кинг Говорил что Преступников Которые заимствуют идеи своих преступлений из книг, надо судить дважды. За само преступление, господин Дронов, и за плагиат. И плагиат, госпожа Костенко, вам и говорила, эти дополнительные 20 секунд, а вы не ответили. Ну, господа хорошие. Два-пять. Я поздравляю студента Александра Дмитранецу из Пинско-Брестской области. Прекрасный вопрос. Команда не проникла в суть Стивена Кинга высказываний. Господин Буян, как-то в состоянии лёгкого шока вы пребываете, я смотрю. Ну, есть такое. Отдохните, выпейте чаю, господин Буян, не повредит. Я напомню, что в этом сезоне среди истинных знатоков модно пить чай Кёртис. Чай Кёртис. Лучше, чем десерт. Кёртис. Яркий вкус. Господин Буян, ну, кроме вкуса, великолепного вкуса, я даже сказал, чая Кёртис, дабы вас как-то вернуть в игру, возьму музыкальную паузу. Не возражаете? Пожалуйста. Музыкальная пауза. Представляете, какие вопросы останутся на сцене вашей семьи? Семени. Ага. Это уже выверить. Всё самое сложное, что выпало. Поэтому осталось теперь на гайке. Четыре. Похоже, что это в Востоковской. Десерт. Кирилл Востоковский. Ха-ха-ха. Нормально. Дядя, дядя. Дядя, дядя. Все в Востоковской. Дядя. Дядя, дядя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...